Всем привет! Друзья, давайте сегодня приготовим ягодный крем. Итак, для крема нам понадобится 100 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 200 грамм сахара и 100 грамм клубники. Клубника у меня свежая, но можно использовать и замороженную. Я вот специально ждала, когда уже начнется сезон клубники, чтобы приготовить этот крем именно со свежей клубникой. Эта клубника очень сочная, очень сладкая и я вот ждала именно такую клубнику для этого крема. Ну и еще расскажу, что можно готовить из замороженной клубники. Это уже смотрите по обстоятельствах и по наличии данной ягоды. Кстати, такой крем можно готовить не только с клубникой, но использовать и другую ягоду. Но есть нюансы, например, клубнику я не буду протирать через сыто, чтобы избавиться от косточек. Но если вы будете использовать малину или ежевику, то я рекомендую протереть такие ягоды через сыто, чтобы избавиться от маленьких этих косточек, потому что их там очень много и они там намного жестче, чем в клубнике. Итак, для начала клубнику надо промыть и просушить. Я это уже сделала. Сейчас я отделяю клубнику от плодоножек и вот немножко измельчу ножом и отправляю в стакан. Клубнику мне надо пробить блендером. Масса должна получиться однородной. Все готово. Теперь берем сотейник с толстым дном, разбиваем сюда яйцо, добавляю сюда сахар и хорошо все перемешиваю венчиком. Старайтесь так перемешать, чтобы масса получилась однородной и не было вот комочков желтка. Вот такая масса однородная получилась. Теперь сюда я добавляю ягодное пюре и хорошо все перемешиваю снова. Сейчас отправляю массу на слабый огонь и при постоянном помешивании прогреваю массу и довожу ее до кипения. После закипания я еще уваривать буду эту массу буквально две минуты. Очень важно все это время проходить лопаткой вот так и промешивать массу, чтобы она прогревалась равномерно и равномерно заваривалась. Обратите внимание на то, что в этом рецепте я не использую никакие загустители, ни желатин, ни крахмал, ни пектин. В данном случае загустителем выступает яйцо и вот по мере уваривания масса начнет густеть. Сейчас когда сахар растворяется масса становится более жидкой, но после закипания она начнет густеть. Самое главное это постоянно вот так мешать нашу основу. Масса начинает пениться, это значит что она достигает высоких температур и сейчас будет уже кипеть. Сейчас видно что начинает кипеть вот по бокам. Буквально минутку промешиваю и выключаю газ. Все еще минуту держу просто на конфорке и вот так промешиваю. Потому что если вы отключили огонь и перестали мешать, то крем может расслоиться и свернуться. Так что важно после кипения еще вот немножко помешать крем, чтобы он остыл. Начал остывать, он конечно не остынет, но чтобы он начал остывать. Все-таки я решила добавить немножко красителя, чтобы вам показать. Прям совсем чуть-чуть, чтобы цвет был максимально естественным, но чуть более ярче выражен. Краситель у меня сухой, водорастворимый. Как видите растворяется замечательно. Можно использовать гелевый, можно использовать сухой, можно использовать водорастворимый, можно использовать жирорастворимый. Смотрите на то, что у вас есть. Можно вообще никакой не использовать, если вы например придерживаетесь минимального количества красителей в изделиях. Вот такая заварная основа получилась. Довольно густая. И сейчас я ее переливаю в мисочку и накрываю пленкой в контакт. И даю полностью остыть. Как видите, масло я достала заранее из холодильника. Для крема оно должно быть мягким. Пленочкой в контакт можно любой. Можно пищевой, можно пакетиком. У меня пищевая пленка закончилась, так что я накрываю просто пакетиком. Это для того нужно, чтобы не образовалась корочка. И все, даем полностью остыть при комнатной температуре. И остывает масса наша до комнатной температуры. Не надо ее охлаждать сильно в холодильнике, потому что разная температура основы и масло может привести к тому, что крем тоже расстоится. Наши ингредиенты должны быть максимально одинаковой температуры. Клубничная основа уже остыла. Как вы видите, она довольно густая. Масло я переложила в миску, где буду взбивать крем. И сначала, буквально одну минуту, я взбиваю масло на средних оборотах. У меня в миксере 5 скоростей, я взбиваю на третий. Теперь буквально по столовой ложке я ввожу заварную основу к маслу и хорошо все взбиваю. Как только первая порция взбилась, снова добавляю. И так пока вот заварная основа не закончится. И как только последняя масса уже соединилась с маслом, прекращаем взбивать, чтобы не расслоить крем, потому что и перевзбить крем тоже можно. Видите, крем получился густой, стабильный, держится на лопатке. Сейчас я перекладываю крем в кондитерский мешок с насадкой и буду отсаживать шапочки. Друзья, надеюсь вам это видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и оставляйте свои комментарии. Как и всегда, количество и список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok